Сегодня в рубрике «Эксклюзив» я познакомлю вас с Майбе. Чем человек, который зарабатывает десятки миллионов евро, может подчеркнуть размер своих банковских счетов? Конечно, эксклюзивными и дорогими вещами, например, автомобилем. То есть даже не автомобилем, а маркой автомобиля. Две пересекающиеся «М» означают «Майбах – мануфактур» – марку роскошных автомобилей от группы Daimler Chrysler. Мир познакомился с этой маркой далеко не вчера. Более чем 60-летняя эпоха забвения этого имени закончилась. Сегодня Майбах – легендарный знак качества, символизирующий эксклюзивность. Не так давно немцы явили миру «Майбах» с номером 62. А теперь, немного поколдовав над двигателем, выпустили версию «Спорт». Здесь представлен Майбах 62С. Это версия «Спорт» с литерой «С». Она отличается тем, что здесь стоит форсированный двигатель 550 л.с., то есть увеличенная мощность по сравнению с предыдущей версией. Также существует еще версия 57С. Это версия покороче. То есть обозначение 62, 57 означает 6200 – это колесная база. Также гамма автомобилей «Майбах» представляет новый автомобиль – автомобиль «Кабриарет», который называется «Майбах Ландале». Цена автомобилей «Майбах» варьировается где-то в районе полумиллиона евро. Что касается подвески, что касается трансмиссии, она осталась прежней и выполняет тот необходимый высочайший комфорт, на который рассчитывают клиенты «Майбах». Под капотом люкс-седана живет настоящий монстр, который с легкостью разгоняет тяжелый автомобиль до нормативной сотни всего за 5,5 секунд. Значит, здесь вы видите двигатель «Майбах» 12-цилиндровый. Все двигатели «Майбах», так же, как и двигатели «АМГ», собираются в ручную. И на этом месте располагается имя и фамилия того человека, который собирал этот двигатель. В салоне из наворотов ничего сверхъестественного нет, конечно же, относительно люксовой марки. DVD и аудиосистемы премиум-класса толстосумов не удивить. Большего внимания заслуживает качество. Салон отделан элитными сортами древесины и кожи, причем это только бюджетный вариант. Помимо бронирования кузова, клиенту предлагается обивка салона золотом и даже драгоценными камнями, коврики из меха редких животных и особо нежная кожа для обивки сидений. С «Гринписом» «Майбах Мануфактур» явно не дружит. Салон 62-го прежде всего рассчитан на то, что особо важные пассажиры будут размещаться на сидениях второго ряда. Хотя и тот, кому доверено управлять этим авто, будет тоже чувствовать себя не менее пафосно. В данной версии 62С клиент чувствует себя как в самолете, как в салоне первого класса. Все сидения раскладываются и вы можете принимать практически горизонтальное положение. Помимо этого у вас есть в задней части располагается холодильник, можете положить какие-то напитки, там шампанское, например. Также в оснащение входят бокалы, также вы можете наблюдать за скоростью, с которой автомобиль передвигается по дороге. Что и говорить, «Майбах» – это исполнение любого желания. Поскольку машина так много может сказать о вас и о вашей компании, расходы на ее рекламу приближаются к размерам внешнего долга небольшой африканской страны. Найти покупателя на «Майбах» не сложнее, чем на новый «Гольф». Желающих приобрести его столько, что ждать придется целых пять месяцев. Были бы только деньги. Это в первую очередь для деловых людей, это для, можно сказать, олигархов. Так как мы понимаем, что цена в полмиллиона евро далеко не всем по карману. Что касается продаж, то в России до сих пор спрос на продажу очень стабилен. В отличие от остального мира, где спрос потихонечку падает, в России продажи стабильны, поддерживаются константы. Кстати, о цене. Как-то журнал Forbes составил рейтинг самых дорогих серийных авто в мире. Там «Майбах» 62С скромно примастился на восьмом месте. А легендарные «Ламборджини» и «Феррари» в этот список вообще не попали. Кто-то считает, что ценник в полмиллиона евро производители «Майбах» придумали чуть ли не глядя в потолок. Кто-то, наоборот, придерживается мнения, что за такой пафос стоит платить дорого и даже очень дорого. Наверное, чтобы легче согласиться со вторым мнением, нужно иметь в кармане миллион-другой. Субтитры создавал DimaTorzok